Я предпочитаю мальтофер, у него больше форм выпуска, в том числе жидкие формы. Ну, немножко повторяется вопрос, да? Ну, так можно и парентеральные формы предпочитать, нежели таблетированные. Они тоже жидкие, да, парентеральные формы. И тоже некоторые считают, если укольщиком, то быстрее будет восстанавливаться. Это не так. Все-таки выбор идет за двухвалентным таблетированным железом в адекватной лечебной дозе, если у нас дефицит или профилактика. 200 мг двухвалентного железа – это оптимальная доза, которая должна потребляться согласно рекомендациям всех, включая Всемирную организацию здравоохранения, отечественных гематологов, терапевтов и так далее. Поэтому обращаем Ваше внимание, соотношение между железом, написанным в таблетке, и тем, что реально содержится в таблетке, это примерно 1 к 3. То есть реально двухвалентного железа одна часть, а на таблетке написано 3 части, потому что там железо оценивается в составе соли. Ну а про жидкие формы – это какая-то странная отечественная, опять же, я думаю, маркетинговый ход, потому что жидкие формы никак не лучше всасываются, чем специальные таблетки. Более того, мы напоминаем, что сорбифер, это было показано в ролике, сорбифер-дорулес, он именно в виде дорулеса – это специальная форма, которая замедляет всасывание, позволяя избегать пиковых нагрузок железом, и, соответственно, снижается на этом и частота осложнений, улучшается общая всасывание.